Всем добрый вечер, с вами Иван Бабиков, Никита Петров. Мы продолжаем записывать тактику у нас сейчас темпа в режиме Блиц. И, наверное, пора приступать к следующей задаче. Вот, окажем, что наш рейтинг уже превысил отметку 2200. Но я думаю, что в данном ролике есть все шансы, что он скатится обратно. Ну, не надо, не надо, это статистически так относится. Наша задача, в принципе, главное, не правильно решить. Может, по-другому, 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 пока мы решаем близошинку. Да, ход КНЕ4, конечно, выглядит крайне привлекательно, что вам что-то говорить. Ферзь не дойдет на Т7 или Б8, на Т5 он не может, он и законит в 6. Да, и после отхода ферзя будет КНЕ5. С9, да, и поэтому мы все приходим, прям. Что ж, хорошо. Смело. КНЕ5, единственный. КНЕ5 нет защиты сломания. Ферзь не 6, там, отстанется, хоть. КНЕ7 ферзь выигрывается, а сломают 3 фигуры, а Ладия 8, отстанется. Ладия не теряется, поэтому там КНЕ6 будет, но все равно Белых лишнего теряло останется. Да. Играем? Играем. КНЕ7, видимо, единственный, да? И в 7, выигрывается Ферзь. Я вот тут КНЕ6 смущал, а в конце, конечно. КНЕ6, ну... Ну, видимо, просто убрали ферзя так, чтобы на коня напасть. Отдали Ладию, съели... Или на слона, как ферзь ферзь может быть. Или дали, ну... Ну, в общем, да, кого-то мы должны съесть, и у черных, видимо, вот такие слабые пешки на ферзьевом фланге, что должны осыпаться постепенно. Следующие. О, Лешки. Да, причем с лишней пешкой, не может не радовать. С4-3 хочется пройти. В чем подвох? Ну, может быть, после С4-3 белые КНЕ4 собираются сыграть. Ну, тогда сломал на А5, может быть? Ну, вообще выглядит крайне... А, А6 еще есть, да? Да, нет, сначала... Если А6, то КНЕ6, КНЕ4. Сначала С4, а потом А6. И вроде как КНЕ не успевает на С2-3. А, КВК не успевает? А, КВК не успевает, а потом сломал на С2-3 болит. Вроде не успевает. Сначала С4, потом А6. Ну, и А6, да? Да. А, ну... Понятно. Да, ну, явно проблем с реализацией быть не должно. Пешку можно даже отдать. Пешку С2 отдать, и просто слона поставить, чтобы он поле Б8 держал. Там на одном фланге выигрывали. И потом сломал опять, чтобы Б8 держал. Следующее. Так, Пункт G7 трещит, конечно. Ну, что это дано, ну, ладно, старый. Как-то за задачи какие-то... Ну, страшноватые. Не, ну, вот тут, видимо, какого-то мы будем жать, давайте бить на G7. Так что сейчас будет весело. Скорее всего. Ну, G6 я бы взял. КНЕ3 грозит? КНЕ3 грозит? Ну, видимо, это единственная идея, о которой у черных вообще может быть в такой позиции. КНЕ3 сыграть. Ну, взять на D6. Получается, ход... То есть, память есть, ход КНЕ3. КНЕ3, наверное, нет, из-за просто... Хотя бы ДЕ и ЛДЖ7 там какой-то спирт и шаг, знаешь. Да, например. Поэтому КНЕ3 приходится ходить. Ладья бьет F3. Ладья Е1. Ладья Е1, слон Е1. КНЕ3, 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 ФЕРДИЩАЕТ ЛАДЮ. ФЕРДИЩАЕТ ЛАДЮ. ФЕРДИЩАЕТ ЛАДЮ. ФЕРДИЩАЕТ ЛАДЮ. ФЕРДИЩАЕТ ЛАДЮ. А, ну, у нас нашу пешку. Тонко. Надо проверить. Ну, давай, хребу возьмем. Так, еще есть ход ЖФ, конечно. Ну, а чем тебе ЛДЖ3 не устраивает? Ну, ФЕРДИЩАЕТ ЛАДЮ. А после ЖФ, если учесть взятия, мы будем Ж7 держать. А вот... Ну... Я нашел лишние проблемы, когда никому не встретили. Так вроде, все хорошо было. Да. Так. И что же выбрать там? Там будет висеть ладья и висеть мат. Ну, честно говоря, ЖФ мне нуждается больше. Теперь. Так, ладья Ф3 взяли... А, подожди, подожди, а ФЕРДИЩАЕТ ЛАДЮ. Вот я как раз хотел сказать, что после ладья Ф3 взяли, взяли король в 2, может быть ферзь e5 будет. Нет, это после жения будет. После жения тоже будет. Я не знаю, как по этому, чему я не знаю, как правильно. А может быть после ферзь e5 мы сыграем d7, а, ферзь b2 с шахом бьет, это непонятно. Ага, да. Так, 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 владе f3, взяли, взяли король в 2. Да, непростая задачка. Или мы счет простого не видим, тоже возможно. Ферзь f3, владе f1, слон b1, владе f1. Ну почему же, владе f3, владе f2 и ферзь e5? Может быть d4? d4, да. И при владе f3, как бы, нету хода ферзи и длина. gf, вход есть. Очень тонко, хорошо, проверяю. Угадали. Именно угадали. Это же разница, когда я объяснил. Ну, наверное, да, наверное, все правильно. Ферзь e5 предлагают. И ферзь e5 предлагают. Ну, мол, надо продлить вариант владе f1. f2, и тут на ферзь e5 d4. И на любой отход ферзя по линии e, видимо, d7. d7, да, у нас было так было 0. Да. И если... Если... Если играть ни кони в 3... Ни ладья в 3 ажф... То ферзь e3 шах. Хорошо. То, если взять... Ну, я завожу на всякий случай, потому что... А, для людей. З5. Да. Z5. Тут на d4, видимо, белым, ну, по меньшему мере, все не так ясно. Скорее всего, белым... Ну, не кажется, все ясно. Мне кажется, черным, я думаю. Ну... Оп. А как, значит, как замотывать? Может быть... Может быть, и не выигрывают. Ну, какой-нибудь вечный шаг по лям g6, там, f6 точно будет. Или, ну, можно поменять на g3, потом забрать пешку. И у черный, черный шаг, и у черный на победу не брал. Ну, а, нет, сказать, у черного игрока, как-то, конечно. Опустим, да. Так, и это была третья или четвертая? Третья. Это что, что ты говоришь? Третья видео, полагает. G4. Ну, как бы положение ферзя на e3, короля, на g1 намекает. Просто там, как это лучше использовать. Ну, что, что, просто, прийти? Ну, а, оперятно, например. Мне кажется, надо выбрать, куда ферзал отойти. А выбрать, ассоу, нет. Есть 4, 4, 4, 4, под слон e1. Это явно не то. Так, а какие-то промежутки в конце 2? Не будем смотреть. Не будем, это все, и не буду. Ферзал 5, а... Еще точно ничего нельзя сделать, не видно. Белый-то мог, то как оперативно это было? Ну, я не пойму. Вообще, выглядит так, что должны смочь как-то. Но, может быть, и нет. А, там еще эти концы 2 и слон, и на c3 будет концы, например, на слон c1 такая идея. Не, ну, это, конечно, очень медленно, я не знаю. Ферзал 5, а какие еще концы есть? Ну, я не знаю, пока точно не знаю. Я тоже что-то не вижу пока. Так. Ну, ферзи 5 это просто размен. Больше у ферзи 2 полей нет. Ферзи 4 неудачный ход. С лж 4 уже ничего не дает. Ну да, это на включение надо сделать этот ход наш. Вообще, в нежзи 5. Он абсолютно не выгодит выигрывать им, но ладно. Так, и что? В конце 2 есть ход и есть. Может, еще какой-нибудь ход есть. Да, в конце 2 достаточно. Нужно цепляет медаль, просто. Куда ферзи 2 отправиться? Ну, кунь ц2, ферзи 4. Ну, слон ц3. А, и там все защищается на уход, да? Ну, вроде как, слон ц3, да, вроде как все защищается. Ну, кунь ц2 проверяем. Да. Так же 5, а тут можем просто взять. И взять на ц3. Там он взять с другом. Надо в итоге не потерять фигуру обратно, да. А, и там слон d2, и слон на g5 подвисает. Хорошо. Входим. Размен ферзей, очередной 0, 9. Где у вас? Да, ну, сам 2, 254. Так, ну, и тут слон d2 добью уже Торен. Черное, видимо, спасает весь материал. Я хочу видеть мат последний, зрячь. Я скоро буду делать опрос по тому, когда мы начинаем мат. Когда мне хотя бы появится шанс. Нет, ну тут я за мат не буду. Тут мы будем выигрывать ладью, это же понятно. Ну, как я выиграть шанс, начало дать, или просто сразу же, блядь. Я вообще не понимаю, а дебютать короли 4, да, в этом идея. Дебютать короли 4, и не выигрывать черные, блядь, в этом идее. Ну, почему черные выигрывают? Ну, слона убрали просто. Всего у белых лучше. Ходь все равно странный какой-то, ладьёй, наверное, нужно отойти на б8, считать, перемучать этот ход. И чтобы вам можно было дать 7,8, шат на 7,8 ладьёй. Да. Почему? А, если на б6, то той же идеей, то ладья е3 выигрывает за черный. С ладья б8, видимо, единственная. А если, подожди, что, тэп дески не хочется ходить, а если тапок слон, например, на ладью, теку слон е5, то ладья d8. Ну, первых, король d3 абсолютно выигранный слоновый. Ну, ладья d8, конечно, проще. Да. Ну, в ладье d8 ходим, а на счет слонового, там же еще и пешка, которая ждала тебе. Так, 3 пункта, неплохо. Ну вот, это видео тоже мы закончили позитивно, 2,230, продолжаем двигаться к новым вершинам. Да, при этом замечу, что это видео продолжалось намного дольше, на целых 3 минут. Ну, это, видимо, потому что позиции как-то сложнее, особенно там, как-то на клик, это взять, можно считать. Ну, они немножко исправляются, дают нам сложнее позиции. Ну, вот, мата я в них не вижу. Ничего, скоро, я думаю, скоро это случится. Какого-нибудь из следующих выпусков обязательно мы дадим мат. Ладно, спасибо всем за внимание, смотрите наши следующие выпуски, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока. Всем спасибо за просмотр. Продолжение следует... Продолжение следует...